Книга – это успокоение души, встреча с прошлым, если хочется что-то повернуть. Если я скажу, что моя настольная книга, старуха из Иргиль, надо мной все смеются. Александра Скрипкина в библиотеке «Завсегдаты» говорит, от прошлого здания остались разве что колонна с часами и мраморный пол. Теперь вместо одного общего зала здесь сразу три – читальны, компьютерное пространство и пушкинская гостиная. Об изменениях в библиотеке работники и читатели мечтали давно, и мечты сбылись, в том числе и благодаря самому Пушкину. Погладите Пушкина по голове, ваше желание обязательно исполнится. Я вам предлагаю. Я считаю, во всех тех проектах и грантах, в которых мы участвуем и побеждаем, ну, конечно, здесь не обойтись. Нам помощь всегда Александр Сергеевич Пушкин. Раньше дети и подростки заходили сюда нечасто, теперь надеются, что благодаря масштабным изменениям их станет больше. Появился книжный замок, новые стеллажи, интерактивная комната. Обновили зону для работы и отдыха. А для тех, кто плохо видит, появился электронный увеличитель. То, что было раньше, были одни возможности. Сейчас время поменялось, поменялись возможности библиотеки. Появилось вот новое пространство молодежное. Самым главным приобретением здесь считают книги. Фонд библиотеки пополнили сразу 7 тысяч новых изданий. Оставаться наша классическая книга в таком понимании, в котором мы ее привыкли держать, в печатном виде. Поэтому, когда мы воплощали в реальность наш проект, мы учли все пожелания. Кстати, создать библиотеку нового поколения позволили 5 миллионов рублей. Она стала одним из победителей конкурса в рамках нацпроекта «Культура». Еще один призер – Центральная библиотека Новоалтайска. Обновленную ее откроют в конце сентября. Победителями стали городские библиотеки. То мы стараемся своей программой уравновесить немножко эту ситуацию и поддержать сельские. И в этом году тоже две библиотеки в конце года модернизируют свое пространство, обновятся. И это библиотеки в Бобровке, Первомайского района и в Троицке. Между прочим, уже известно имя призера на 2021 год. По результатам конкурса победу одержала библиотека города Славгорода. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком.